из вот этой посуды делаем люстру в кухню. соответственно это чашки из старого набора советского. в чем суть этой люстры? будут такие лампы. миньон светодиодная на 5 ватт и на 3 плафона из вот таких чашек. вот такие будут плафончики. их будет три. сверху будет такой чайник из чайника. буду сверлить отверстие. три провода будут здесь выходить. и для трех чашек которые будут в какой-то последовательности. пробовал я одинаково. когда ставишь две. смотрится бедненько. надо как-то ставить одна над другой. в трех уровнях. тогда будет более красиво. суть сейчас видео которое я хочу начать с того что буду сверлить отверстия вот такие отверстия в тарелочке и в чашке. есть специальная коронка. которая в любом хозяйственном магазине. с алмазным напылением. зажимаем в дрель. сверлится хорошо. единственное хотел сказать что у меня я перед этим покупал патроны миньон с резьбой не до конца. а вот здесь такой был бортик. для того чтобы он мог закрепиться. вставляешь и он фиксируется. а потом поджимаешь гайкой. но так как теперь уже не смог в магазине такой найти. резьба до конца. можно пойти другим путем. получается что нужно ставить одну закрутку в магазине. она продается с одной закруткой. если найдете в магазине с бортиком покупайте с бортиком. чтобы ничего не болталось. придется одну закрутку сверху и одну снизу. это не проблема. но патрон продается с одной закруткой. вот можно так и тогда жестко стоит. но тогда придется закрутку ставить две закрутки. когда начну сверлить. покажу вам как это происходит. значит суть сверления в чем. я придерживаю дрель и потихонечку вручную посередине. чтобы не уезжал можно вручную еще придерживать. не знаю не закрываю. я немножко закрываю. поменяю ракурс. так наверное будет виднее. получается что пока начинаешь. немножко может уходить в сторону. мне неудобно сейчас я выключу и будет немножко удобнее держать. сначала немножко уходят в сторону. потом центруются и сверлим до самого конца. для того чтобы не перегревать еще и наливаю сюда воду. тут уже я начал бороздку борозда уже есть. вот есть дырка. значит если немножко не заходит такими вращающимися движениями можем допилить немножко в какую-то сторону. алмаз не только внизу нижней части но тут сбоку. потихонечку давим и расширяем в какую-то сторону. так исторически сложилось. не совсем заходит. я сейчас расширю и одно отверстие готово. отверстие теперь у нас сюда уже проходит. перехожу к уже к отверстию в чашке. по сути дела сделаю вот такой вот так. но что я еще хочу. я хочу теперь просверлить три отверстия здесь. значит буду к потолку вот таким образом. верхней частью нижней частью к потолку. значит хочу два отверстия которые буду теперь уже сверлить вот таким сыром. это тоже сверло по керамике. специально продается в любом хозяйственном магазине. три отверстия. два отверстия для шурупов. с помощью которых к потолку прикручу. одно отверстие для провода. проведу сюда провода. здесь уже разведу на три части. распараллелью на три лампочки. и скорее всего я не буду здесь засверливать. еще не решил буду ли засверливать здесь три отверстия. с помощью не полностью насквозь на толщину провода. зайду до половины сверла. с одной стороны. с другой стороны расширю. отверстие будет такое чтобы лишь бы провод. белый провод у меня будет. значит буду ли это делать не знаю. или просто приоткрою крышечку эту и сюда выведу три провода. затем возможно на клей посажу эту крышку. не решил еще как буду делать. но в процессе вам все. чем все закончилось. я просверлил в чайнике три отверстия. сюда будет провод заходить. это для двух шурупов которые будут вкручиваться в потолок. у меня потолок. я живу в частном доме. потолок у меня по сути дела глина. помазан глиной. внутри деревянный. я смогу где-то шурупом на 60. достать до доски и вкручу в потолок. если у вас там гипсокартон то нужно другой крепеж. что еще закручивая шурупы я между шурупами поставлю петельку проволочную. она будет петелька проволочная будет внутри. чтобы за нее цеплять провод. здесь будет соединение. по сути дела провод как-то нужно фиксировать. чтобы он был не на на самом соединении проводу. на кабеле закручиваю узелок и буду в эту петельку вставлять. как это будет реализовано я покажу чуть чуть позднее когда все это соберу. вот так выглядит сейчас уже люстра. таким образом можно увидеть так это выглядит не в включенном состоянии когда включаешь вот так